Ты ж за машиной обычно в машине спрашиваешь. Ну, это же ты казаешь. В машине автомобильные вопросы задавал. Да ладно. В машине с капитаном команды. Это я впервые выступаю. Да. Надеюсь, что не последний. Сезон заканчивается. В жизни всегда что-то заканчивается, что начинается. И поэтому, как сегодня правильно сказал Сергей Дмитриевич, надо оставаться профессионалом до последней минуты, до последнего матча, до последней тренировки. Потому что всегда какие-то расслабленности приводят к нелепым травмам. Часто в командах в конце сезона травмы получают на тренировках. Потому что нету концентрации полной. Поэтому мы, профессионалы, должны быть сконцентрированы до последней минуты. А в отпуск успеем уйти, успеем увидеть родных, близких. Понятно, что уже накопилось, устали. Хочется быстрее домой. Но ничего, осталось немного потерпеть. Это наша жизнь. Мы ради игр должны жить. Ну плюс. Потому что премиальные тоже никто не отменял. И нужно выходить зарабатывать на отпуск. Сейчас будут две игры. Одна будет иначе была. Не сложная. Ага. Это какая? Наверное, не бывает сложных игр. Ну, если ты должным образом не подготовишься, то простых игр не бывает. Если это на агробизнес намек, то я далеко не простая игра. И честно, я по их манере, стилю игры, я ожидал, что они будут больше набирать очков. Но они, если честно, незаслуженно там находятся. Они не самые слабые в этом чемпионате. Поэтому, ну, боевитая команда. Знают тренера хорошо. Его там сильно любят, уважают. В его регионе он там много сделал для них. Поэтому я сомневаюсь, что она будет простая. Тем более на них уже ничего не давят. Когда на них довел результат, они ноги дрожали. А сейчас они будут спокойно выходить уже. Они знают, что готовятся к переходным матчам. Поэтому я сомневаюсь, что она будет простая. Если мы не будем должным образом настраиваться на них. Если завтра будет дождь, то заводить? Ну, это больше будет на руку агробизнесу. Потому что у них, я думаю, что они приедут больше думать об обороне. Ну, смотря какой дождь. Главное, чтобы поле не пострадало. Ну, я думаю, у нас газон в отличном состоянии. Такие дожди ему не помеха. Перед зарей шел дождь неделю и поле выдержало. Было практически идеально. Ну, у нас можно побалакать про кубковые игры. Побалакат? Чего мы достигли? Ну, то, что достигли, это понятно. Потому что это так было приятно. Приятно не с подъемкой. Да, не с подъемкой. Ну, какая кубковая игра, например? Побалакат? Побалакат? Ну, однозначно запомнился. Шахтер именно в плане полного ощущения этого праздника у людей, всей общественности. Мы поняли, что, наверное, тут все внимание сконцентрировано на нас. Даже нам больше внимания уделяли, чем шахтеру. Потому что шахтер – это ежегодный триумфатор нашего чемпионата, кубка. Поэтому не столь большое внимание уделялось. А нам очень много. И я всегда думал, что говорят об этом, что имеют в виду тренера, когда говорят, у нас нет опыта еврокубковых матчей, у нас нет опыта больших матчей. Ну, сейчас я понимаю, что это опыт не самой игры что-то вышел. Можно шахтерам в чемпионате 10 игр провести, но самого опыта матчей такого ранга, когда все вокруг этого матча так обсуждается, так промывают все кости. Ну, очень, очень важно это для футболиста. Давило трех еще дней? Да, однозначно давило. И когда там даешь одно интервью, когда ты даешь 10 журналистам интервью за 10 часов в общей сложности до матча. Ну, давят и нужно ограждать футболистов. Ну, я же говорю, это все опыт. Ну, нужно общаться с прессой. Это обязательно, но нужно это делать дозированно. И вот это опыт действительно таких матчей. И в следующий раз нам будет намного проще. Ну, каждому футболисту, может кто-то будет в другой команде, тренер в другой команде. Ну, я скажу, что это опыт действительно неоценимый. Ты разраховывал на автомобильные питания? Нет, я не разраховывал. Тебя направляют. Про турнирную таблицу зараз. Что вот у нас? Мы на съемку убились. Кажут, что по очкам и даст на воду больше. Ну, по очкам, если брать сугубо чемпионат после зимнего перерыва, то да, мы вверху. И если бы не было акцента на кубковые игры, то мы были первое, второе место однозначно после зимы. Ну, это еще раз говорю, это все залог успеха. То, как ты проведешь сборы, с какими соперниками ты сыграешь. Если мы провели хорошие спарринги в Турции, мы приезжаем сюда, вот уровень чемпионата нам намного легче. Так же, как и выходить после кубковых игр, когда мы сыграли с хорошим соперником, выходишь в первой лиге, но уже значительно легче. Поэтому надо стараться играть, если есть возможность, конечно. Ну, летом мало кто ездит за границу ради хороших спаррингов, но если есть финансовая возможность, нужно находить ее. Так, действительно, мы после зимы по набранным очкам, и говорю еще раз, если бы не акцент на кубковые игры, то мы сыграли бы этих меньше ничьих, и мы были бы однозначно первого, второго места. Ну, давайте теперь про автомобиль. Давай. Ага. В тебе новая машина. Ну да, да. Витаю. Спасибо. Расскажи за свою машину. Машина? Ну, Toyota Highlander. У меня была Toyota Camry. Я очень остался доволен. Ну, предыдущая Camry была. Очень остался доволен. Ты бы решил по Toyota? У этой марки, да. Ну, очень надежная. Я слышал о этой надежности, но не пробовал. Были у меня другие марки. Ну, так скажу честно, то рядом не стоят. Ну, понятно, что это не топ-бренд мирового автомобилестроения, но из возможностей, какие у меня есть, то я считаю, что это для меня идеальная машина. Тебе нужно много места в машине. Да. Для каких функций ты берешь автомобиль? Ну, для семейного перемещения. Есть машина. Например, что для тебя важно в машине? Ну, сейчас мне стало важно количество мест в машине, потому что двое детей. И мы ехали, они сзади спят, на маму ноги закидывают, а на голову. Ну, в таком плане мы решили, что надо третий ряд. На третьем ряду у нас старшая дочка лежит на кровати, а младшая с мамой сзади. Ну, в этом плане важно. И... Через пару лет ты уже автобус будешь сидеть. Ну, смотря, как пойдет у нас с женой, да. Набирание количества детей у нас будет как расти. Ну, так что хороший капитан. Да. Ну, жена обижается, что не даю ей ездить. Я просто люблю ездить. Она приезжает домой, она говорит, дай уже я чуть покатаюсь. И я никак ей не даю, она постоянно обижается. Потому что, если будешь смотреть, то... Катя, не обижайся. Я накатаюсь в этом, где я дам. Я всегда скажу, что это... Раньше у человека были кони, а сейчас машины. И это сугуба человечная такая. Ну, кто любит. Ну, я люблю водить, очень люблю. Правда, когда я был в Абалоне и каждый день проезжал 140 км с тренировки на тренировку, то мне уже не сильно хотелось водить машину. Сейчас этих расстояния нет, то я с большим удовольствием. И езжу и получаю действительно настоящее удовольствие. Нам куда? Да можно тут. Давай на почту. Что тебе сказать за машину? Ну, быстро не езжу, но так как Николаевич тоже не езжет. Очень аккуратно. Вообще в нем машина будет служить 100 лет. И после него, наверное, в счастье покупать машину. Такое. Все, мы добрались. Дякую. Дякую. Давай. 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 Давай.